Много было обсуждений вокруг открытия, вокруг того, хорошо ли плохо и так далее, но, значит, возмутились, причем возмутились в разных странах, больше всего возмутились в России, как мне кажется, где Олимпиаду вообще не показывали, и вообще как-то это считалось нечто запретным, но все почему-то смотрели, опять же, раз возмутились, Олимпиада, вот была там одна из сцен, историческая сцена, скажу так. Просто многие ее приняли за такую пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, очень известную картину, вот можно посмотреть, да, вот вы видите, собственно, картинку, где весьма яркие люди, скажу так, вот, значит, кто-то там называет их трансвеститами, кто-то, в общем, даже не знаешь, как сейчас политкорректно правильно назвать, ну, как говорят футбольные комментаторы, вы сами все видите. Короче говоря, вот это зрелище якобы изображало, значит, «Тайную вечерю», и этим возмутились и католики во Франции, и не только во Франции, и, значит, в России, и разные консервативные силы. Илон Маск, разумеется, тоже возмутился, не мог без этого. Он, собственно, всей церемонии возмутился. И, в общем, но в основном копии ломались вокруг этой сцены. Самое, что поразительное, что на самом деле эта сцена, судя по всему, не имеет никакого отношения к «Тайной вечери», да и почему бы. Ну, дело в том, что, во-первых, там чуть дальше, в этом кадре его нет, но чуть дальше там фигурирует бог Дионис, собственно, который языческий, греческий, значит, римский какой там. Вот, короче говоря, греческий, да, бог Дионис, который у нас бог всякого веселья разнообразного. Вот, Дионис, он берется из совершенно другой картины, в которой тоже есть длинный стол. Вот этот вот длинный стол. Картина, это называется «Праздник богов» голландского художника Яна Харминса Вальбиллерта 1635 года. Работа хранится в музее в французском Дижоне. Тогда все встает на свои места. Олимпийские боги, олимпиады же, олимпийские боги, вот, значит, и там не Христос, а вовсе Аполлон, вот, а на переднем плане, вот, собственно, этот ваг Дионис добавляет атмосферу праздника и веселья к сцене. И картина-то не итальянская, а французская, ну, точнее, она голландская, но хранится в французском музее, а, значит, «Тайная вечеря» Леонардо хранится в Италии. Собственно говоря, и базируясь на этой ошибке, значит, многие возмутились. Но я понимаю, конечно, что если длинный стол, и там сидят какие-то люди, и в центре есть одна фигура, то хочешь, не хочешь, возникает ассоциация с «Тайной вечерей» Леонардо. У меня тут два вопроса к хранителям и ревнителям ценностей. Во-первых, ну, во-первых, почему вы везде видите только это? Вот, есть просто такая группа в Фейсбуке «Мамы я везде вижу» УИ. Вот, ну, и там различные какие-то совершенно нормальные, совершенно обычные изображения, в которых можно угадать изображение соответствующего, значит, полового органа. Вот почему вы везде, где есть длинный стол, видите «Тайную вечерю». Во-вторых, ну, по пародии же было дофига всяких разных, и как-то это не возникало никаких, не вызывало никаких затруднений, никаких массовых протестов и всего прочего. И в-третьих, «Тайная вечеря» не икона, не какое-то священное изображение. Вообще-то это, так сказать, довольно попсовое изображение. Ну, как бы это уже часть массовой культуры абсолютно. Почему столько и пародий есть? И даже если бы это было оно, то почему бы это вызвало такой невероятный батхер? Вот, что с вами происходит? И вот вчера многие и российские, и, кстати, зарубежные информагентства выступили с тем, что организаторы якобы извинились за этот момент на церемонии. Но на самом деле, если посмотреть видео вот этой пресс-конференции, извинений нет. Там представитель оргкомитета говорит, что если это кого-то обидело, «we are really sorry». Ну, то есть, можно, конечно, перевести «мы реально извиняемся, как реальные пацаны», но на самом деле это означает «мы очень сожалеем». И действительно, стоит посожалеть, что люди видят то, что они хотят видеть. И дальше агентство «Reiter» поступило довольно иезуитским, извините, способом. Оно уже брало комментарии, в том числе у актеров, которые, значит, участвовали в этой сцене. Оно брало комментарии, как будто бы организаторы извинились. Они им говорят, вот организаторы извинились за это. Там один из актеров, который как раз этого Вахха Диониса играл, он сказал, что «мне очень жаль, потому что извиняться – это значит признать ошибку». А никакой ошибки там не было, ничего там ошибочного не было. Вот его ввели в заблуждение просто агентство «Reiter» буквально, значит, сказав, что вот в их переводе это звучит как извинение. В общем, на мой взгляд, абсолютный бред. Более того, абсолютный бред. То есть, если вы принимаете логику, я видел такую логику. Знаете, если кто-то воспринял так, значит, то оно так и есть. То есть, люди видят то, что видят, а не то, что сказано. И ты обязан как бы предугадать, что же будет такое, как твое заявление будет воспринято. Но мне кажется, вот это путь в ад совершеннейший, путь потакания как раз людям с ограниченным кругозором, людям с мракобесными представлениями о жизни и так далее. Вот они будут видеть чертей у вас везде абсолютно. То есть, это только дай. А дальше начнется, дальше они начнут видеть богохульство, святотатство и все прочее в чем угодно. Поэтому я лично считаю, что, во-первых, это была провокация со стороны журналистов. Ну, как провокация? Не провокация, а ошибка. Да, ошибка со стороны журналистов, которые восприняли слова «сожаление» и выдали их за извинения. А во-вторых, мне кажется, что с такими людьми, которые говорят, что нас вот это обижает, нас вот это обижает, разговор довольно короткий. Переключите канал, смотрите то, что вас не обижает. Мы находимся в свободном мире. Ну, во всяком случае, если речь идет о Франции.